А вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова, я тут самый Дмитрий Трофимов и вы находитесь на канале саморазвития, самопрокачки. А сегодня я хотел бы вам рассказать, мои дорогие ребята, о людях, которые все знают. В вашей жизни может быть такие люди встречались, это могут быть ваши родственники, это могут быть ваши друзья, это могут быть коллеги по работе, это могут быть одногруппники, это могут быть люди по тусовке, в которой вы состоите, это люди, которые садятся рядом с вами, либо может быть где-то идут и говорят, Михаил, а ты знаешь, что я все знаю? И они начинают с очень умным видом вам рассказывать о том, что они знают вот этой теме абсолютно все, что в этой теме они просто профи, но может быть они не говорят, что не профи, но они постоянно позиционируют себя так, что они все знают. Неважно, какую вы тему откроете, вы можете начать говорить об автомобилях и они легко эту тему тоже поддержат и не просто поддержат, они будут позиционировать, что в автомобилях они тоже что-то знают. Бывают исключительные случаи, это когда вы встречаетесь с человеком, например, вы занимаетесь каким-то хобби и человек рядом с вами начинает вам говорить о том, что в этом хобби он тоже очень много знает и не просто знает, он вас начинает учить. Такие люди тоже в жизни есть, либо они много знают, либо много учат. Но есть один нюанс, ребята, и как думаете какой? Как думаете какой? Странно, что конечно я разговариваю с камерой, потому что вы не можете ответить на этот вопрос, но поразмышляйте. Этих людей можно назвать как псевдоэксперты, псевдоавторитеты и ваша задача, ребята. В тот момент, когда человек начинает говорить, я все знаю, включить технику разрушения авторитетов. Техника разрушения авторитетов уже есть на моем канале. Посмотрите, ссылка появилась только что. Эта техника вам пригодится, потому что когда человек начинает с умным видом вас обучать, когда человек начинает с умным видом рассказывать что-то и пытается каким-то образом сказать, что вот он точно знает, как нужно сделать, а вы не правы, либо у вас что-то не получается, а он точно знает, как сделать так, что получилось. Вот будьте внимательны в этот момент. Сначала включите технику разрушения авторитетов и посмотрите, а есть ли у него результаты по той теме, в которой он все знает или в той теме, которую он вас пытается учить. И если вы видите, что результаты у него либо нет вообще, тогда вам не нужно слушать этого человека. Опять же посмотрите видео по технике разрушения авторитетов, потому что там есть дополнительные вопросы, которые нужно задавать самому себе, чтобы определить, действительно человек в этой теме спец или не спец. Окей. И еще поймите, что человек, который знает все, но при этом в его жизни очень мало достижений, результатов в определенных каких-то темах и вообще в целом жизни не все хорошо. На самом деле этот человек ничего не знает. Или так? Этот человек знает может быть очень многое, но не применяет в жизни. И когда он вам что-то говорит, в этот момент он может быть, первое, самоутверждается за ваш счет. Он считает себя умным, а вы просто его слушатель. Второе, он не научился общаться с людьми и единственное, что он может делать, это просто говорить, что он гений. Ну и третье, когда он говорит такие вещи, он действительно верит, что он знает все. И в этот момент он получает приятные эмоции. И он действительно чувствует, что он повелитель мира. Вот он таким образом восполняет ту нехватку, которая у него из жизни. Тех каких-то определенных состояний, когда человек что-то достигает. То есть ему достаточно просто сказать, получить удовольствие от того, что как будто бы он не просто говорит, а даже это имеет. И на этом у него все заканчивается. По сути, это люди не такие плохие, но они могут забирать ваше эфирное время. Они могут сбить вас с толку. И в этом случае лучше включать технику разрушения авторитетов. И таких людей лучше не слушать по действиям. Потому что они теоретики. И как бы на этом все. И я напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео. Заходите в мой паблик, потому что там тоже много интересного. И у меня также есть телеграм-канал и личная страница ВКонтакте. Посмотрите на меня поближе и может быть я вам понравлюсь. Если кто-нибудь поставит дизлайк под этим видео, вы тот самый человек, который знает все, а результатов в жизни нет. Поэтому не ставьте дизлайк, ставьте лайк.